Кировчанин выиграл единственные в сезоне соревнования по даунхилу. Одна из самых опасных велодисциплин собрала спортсменов и поклонников на горнолыжном комплексе «Огни Мурманска». По болезни нашего экстремала отправились Ольга Асача и Илья Максимов. Даунхил выбирают отчаянные парни любых возрастов, часто интуитивно. Дима Челноков из Санкт-Петербурга пришел в экстремальный спорт еще подростком и катает уже 13 лет. Были такие велосипеды прогулочные, я на них пытался прыгать, как-то там какие-то съезжалки съезжать. Мы с друзьями трамплины строили на даче, прыгали их, как-то остались целы, потом поняли, что нужны велосипеды другие. Мощный байк появился, появились и друзья-диномышленники. А через время в захватывающий дух спорт влилась и прекрасная дама. Я вышла замуж и с этого все началось. Ну, велосипед-то я любила всегда, каталась по городу, но на ДХ велосипед меня посадил муж и отправил прямо в горы. Вот там я и подсела. Велосипед, наверное, тоже муж подарил? Да, да. С тех пор на соревнования по всему Северо-Западу приезжают оба супруга. Трасса Огнемурманска красная, опасная и для опытных спортсменов. Тренировочные заезды, возможность познакомиться с ней. Наш участник Илья Денисов оценивает трассу объективно. У тебя не будет там шансов встать, отряхнуться. То есть она в то же время одновременно правильная и одновременно очень жесткая. То есть аж шибешься и все. И при этом нельзя трусить и чересчур осторожничать, если хочешь победить. Это съемка тренировочного спуска Ильи. Не останавливаться, перебороть себя, отпустить тормоза оба и выскочить. Иначе, если ты блокируешься, то ты потерял скорость, и ее потом надо накручивать тебе. И эта стратегия оказалась выигрышной. Матерые соперники тоже проходили трассу уверенно и смело. Но Илья показал лучший результат в группе мастера.